Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас произойдет магия. Здарова! Умар Мока в лайв-канале Вы просили, вышел новый ролик Магия в моем доме. Вы просили, мы смотрим. Поехали! Это будет Влог Влог? Видимо, влог Ну, естественно Бардак Ты чувствуешь, когда дома дети Ребенок подрос У него один ребенок Ну, вроде один сын Пока что, как минимум Что, бля? Что, слышал? Классно, слушай Магия Ты знаешь, что я смотрю? Видео этого Зака Кинга А, да, очень похоже Класс А он какого-то персонажа гриммор мог Да? Такой от первого лица вид Левитация Слышь, как классно Естественно, это монтаж Ну, понятно Так, на всякий случай Вдруг среди моих подписчиков есть Ну, по-моему Если вам интересно, как это было сделано Оставайтесь, если нет, спасибо вам за просмотр Итак, для любознательных, кто остался Я объясняю, это все было сделано Синема 4D Да, вообще не сложно Это же моделирование комнаты Синема 4D В самой синьке сделал трекинг камеры На основе данных трекинга создал в фотографии три комнаты Кстати, нам, ну, хорошо бы освоить эту программу 3D Ты, пекни, все отснимаешь Ты видишь вообще, что происходит на экране Поставил точки, и она у тебя, ну, в объеме 3D? Да, в 3D Я не знаю, посмотрите, как это выглядит Это выглядит пипец как сложно Это выглядит, как будто хочется просто сразу умереть Походу, Леда делает как раз таки здесь Весь, всю свою графику Я не знаю, это же жизнь какая-то Ну, это на первый взгляд Мы когда пример открыли Тоже было казалось Да нет, это вообще пипец Должно было мне помочь Расставить виртуальные стены и предметы Но этого не произошло Из-за того, что было слишком мало данных Поэтому пришлось Делать фотографию детской вручную Для этого я отфоткал всю комнату В которой за это время Жена успела прибраться Она большая Молодец у меня Но в этой ситуации Это было лишнее Потому что мне важно Чтобы все предметы Находились там, где они были На момент Она уже все брала Молодец Значит, все это дело Все фотки Я перекинул в мишрум Это уже другая программа Можете не запоминать Если вы эту часть смотрите От балды Значит, туда загрузили Зачем? Чтобы... Смотреть целая комната Фотограмметрии Воссоздать в объеме детскую Чтобы дальше было проще Так слушай, это же можно круто Это можно Снять всю свою комнату Сделать прям 3D-игру Типа модель себя И эти комнаты На самом деле Так же точно строить Или в симсах себе Создать и такие же комнаты сделать Скоро подавать В 3D-пространстве И чтобы у нас Шарики Бились Об стены Вот как будто Они прям там и находятся Объяснил как блядь Пятикласснику Ааааааааа... Дальше начинается Жесткая порно Перекидываем нашего перевертыша В Cinema 4D роняем его удобно по координатам в наш проект и начинаем подгонять примитивы, которые будут играть роль предметов столкновения, то есть коллизии, на которые будут отбрасываться тени наших шаров. Моих шаров. Блядь, это в любом виде звучит плохо. И некоторые из вас скажут, слышь ты, бля, хули ты не использовал скан из мишрума, там же комната целиком готова. А я вам отвечу, блядь, я отвечу вам, блядь, смотря прямо в глаза. Пацаны, не бейте. Скан из мишрума, он подходит как набросок для понимания масштабов и пропорций всего в комнате и самой комнаты. И у него все-таки кривое, там все кривое, потому что это скан, они понимают, что это стена. Он это сделал мне в волну, блин, и там тень на этой волнестой стене будет отбрасываться неправильно от шаров. Понимаете, да? Не бейте. Итак, после подгонки примитивов под реальные стены для интерьера в нашем видеоряде наступает момент, когда какая-то магия, реально. Парики выглядели. разбил визуализацию на несколько проходов. Что? Следующий этап. After Effects. Здесь я накинул слои друг на друга. Здесь я настроил какой-то что-то похожее на бомжатский цветокор и пошаманил с масками в программе Моча. 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 В нашем мире все так работает, что дверь с дверным проемом должны перекрывать шарики, но мне было лень это делать в 7-4D, поэтому я решил это сделать на посте во втором видеоретике. Дальше я открыл Premiere Pro. Да уже все, финалочка. Значит, в Premiere Pro была проведена работа со звуковой составляющей. Например, звук столкновения мячиков меж собой был создан так. Сам записывал все. Прикольно. Серебонькой. Шары, да? И если это замиксовать со звуком импакта мячиков, продублировать его пару раз и сместить немножко по таймлайну, чтобы звуки были объемные, казалось, больше, то получится хуй. Извините. Все. На этом этапе можно считать, что шалость удалась. Я же сказал, что будет несложно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я проебал неделю не зря. Неделю. Подожди, он просто... Он делал просто это видео неделю. Делал видео неделю и не делал свои видео на основной канал? Никто не знает. Не, ну Мармок может себе позволить. Давай, Мармок, мы в тебе верим. Собери все шары. Собери свои шары. Возьми их. Кулак. А почему это обязательно все наподнять? Дмитрий по чуть-чуть. Но остается только жопой. Только жопой. Я не знаю, почему нужно было поднимать все шары. Доблчеллендж. Это такая жесть вообще. Гостин столько знает из всех программ. Они все такие реально сложные. Ну, смотри, они реально сложные. Тут надо еще очень классное пространственное мышление. Понимаете, все в этой 3D-плоскости 3D-плоскости 3D-пространстве работать. Понимаете, как это все объекты располагать. Я не знаю, такая дичь просто. Знаешь, дичь почему? Потому что для тебя это впервые. Да, но выглядит очень сложно. Очень сложно выглядит. Она выглядит в том-то деле сложно, потому что не понимаешь. Дизайнером, он занимался только раз 3D-графикой. Но если ты начинал сталкиваться с этим, начинаешь с этим работать, постепенно разбираться, то ты со временем понимаешь, что так это по сути хуйня. Ну, главное костяк понимать. Ну, понятно, что если он делал видео с шариками неделю, то если он свою заставку еще и на старом компе сколько он делал? Год? Рендер долгий. Вообще же 16 часов. Это дичь. Ну, Марво, конечно, могет. Мы не сомневались. Причем мне очень нравится, что у него такая, знаешь, внимательность к мелочам. То есть, знаешь, там шарик со светом, с царапками. Это я еще с основного канала заметил, когда по заставке. Все очень естественно выглядит, поэтому все как-то гармонично и очень классно сочетается. Ну, конечно, Мармоку, как говорится, респектуля, потому что, блин, это жесть. Я не знаю. Я просто в шоке, потому что так сложно все выглядит. Я понимаю, почему это выглядит сложно, но выглядит реально сложно. Короче, не знаю, зачем мы посмотрели это видео. Но оно было прикольное. Наверное, потому что вы просили. Если вам понравилось, я не знаю, что вам тоже это могло понравиться. Не, ну оно прикольное. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.